Актуальные вопросы обращения с ТКО обсудил Станислав Воскресенский с главами муниципальных образований. План первоочередных мер по исправлению ситуации был разработан в прошлом году. И вот первые решения, которых необходимо срочно проинформировать население. Где живешь, там и платишь за мусор. То есть гражданин не обязан платить за все объекты недвижимости, которые ему принадлежат. Сейчас проводится проверка баз данных для выставления счетов. Многодетные семьи могут платить за троих человек. За перерасчетом можно обратиться к рекоператору. Ну и, пожалуй, самое важное. Жители региона, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от среднего дохода, смогут получать субсидию. С февраля на компенсацию могут претендовать порядка 45 тысяч ивановских семей. Когда произошла эта мусорная реформа, получилось так, что счета за мусор выставили, а денег на эту субсидию предусмотрено не было. И люди не могли получить компенсацию за вот эти повышенные счета. Как я и обещал, мы с этим обещали разобраться. На прошлой неделе наш правительственный закон депутаты областной думы приняли. Спасибо им за это. Вчера я его подписал, точно так же, как и подписал все необходимые подзаконные акты, чтобы это с февраля уже работало. Спасибо. 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 Спасибо.